Ребята, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Как у вас дела, как настроение новогоднее или пока что еще нет? Если нет, то очень надеюсь, что благодаря моему фону оно у вас появится. Сегодня мы, конечно же, займемся мыловарением. Я знаю, вы его ждете. В этом видео я покажу, как сделать не просто обычную собачку, а в мраморной заливке. Поделюсь секретами и вы увидите всех моих шарпеев. Кстати, кто еще не знает, у меня есть группа ВКонтакте и Инстаграм, где я публикую все свои работы. Там вы можете заказать мое мыло шарпеи, вас уже ждут. И доставка пока что только по Украине. И напоминаю, если вы хотите попасть в мое видео, оставляйте любой коммент с хэштегом «Хочу попасть в видео». Здесь я оставила одну пасхалку на новогоднюю тему. Первые два человека, которые ее найдут, получат от меня видео-приветы. Для сегодняшнего мастер-класса мне понадобится прозрачная мыльная основа. Я использую только английскую, потому что она отличается высоким качеством. Также совсем немного белая. Я выбрала два пигмента, коричневый и шоколад. Производство Америка. И одушка у меня сегодня абрикос. Очень вкусный, аппетитный запах. Мой шарпей будет пахнуть абрикоской. И вот таким вот образом выглядит 3D силиконовая форма с двумя разрезами. Я уже подготовила прозрачную мыльную основу, нарезала кубиками. И теперь буду плавить в микроволновке всего лишь 30 секунд. Ребята, вы даже не представляете, что только что произошло. И вместо того, чтобы расплавить основу в микроволновке за 30 секунд, мне пришлось ее плавить 10 минут на водяной бане. У меня поломалась микроволновка. Пропал свет полностью во всей квартире. Видимо, там произошло какое-то замыкание. В общем, я в этом не разбираюсь. Так, значит, я добавила шоколадный краситель. И сейчас 2 капли добавляем, 2 капли коричневого пигмента Америка. Но я не расстраиваюсь, потому что завтра отвезу микроволновку в ремонт. Но мастер-класс, конечно же, никто не отменял. И я добавляю 2 капли диоксида титана. Можете воспользоваться белой основой. На шарпе не должен получиться прозрачным. Теперь пришло время на виночки. Добавляю 8 капель ледушки абрикоса. Я беру спирт или жидкость для удаления пузырьков. Вам понадобится. И хорошенько все внутри сбрызгиваю. Это необходимо сделать для того, чтобы основа равномерно распределилась. Соединяю обе половинки и надеваю резиночки. Двух будет недостаточно. Возьму еще 2. Сейчас расскажу, каким способом буду делать мраморную заливку. Я уже подготовила картонку. Первое, что необходимо будет сделать, это залить очень горячую белую основу вовнутрь. Закроем картонкой отверстие. И вот так, медленными движениями, начнем вращать нашу форму. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не образовались пузыри. Приступим. Заливаю небольшое количество основы. Действовать нужно очень быстро. Накрываю картонкой. И вот такими выдвижениями распределяю по всем стенкам формы. На все про все максимум 15 секунд. Иначе основа застынет. И мыло получится некрасивым. Все готово. Остатки основы, если они, конечно, есть. А они есть, сливаю обратно в стаканчик. Кстати, ребята, я к вам с новостями. Оказалось, что микроволновка не поломалась. Только что я расплавила вот эту вот основу. Дело в том, что в ней что-то закоротило и выбило все автоматы. Но не факт, что она исправна. В общем, я буду следить внимательно за ней, чтобы такого не произошло еще раз. Но пока работает. Я еще раз подогрела коричневую основу. И теперь аккуратно, медленно заливаю в форму. Давайте достанем наше мыло из формы. Это немного волнительный момент, потому что шарпечики всегда получаются разными и не похожими друг на друга. Обязательно дождитесь, чтобы ваше мыло полностью застыло и стало максимально твердым. Для этого поставьте его в холодильник или на несколько минут в морозилку. Иначе при извлечении могут отвалиться лапы. Отодвигаю края формы. Их нужно даже силой немного потянуть. Вот так. Вот. И вот наш арпей. Я уже убрала всю лишнюю основу, сгладила неровности. И теперь давайте нарисуем ему глазки. Я буду использовать черную акриловую матовую краску и вот такую тонкую кисть. Обязательно дождитесь полного высыхания мыла, чтобы оно пришло в комнатную температуру, иначе краска может не взяться. Белой краской я поставила блики. Благодаря им глазки как будто оживают. Но и это еще не все. Специально для этих шарпеев я купила вот такую тонкую красную ленту. Давайте завяжем ее вокруг шеи. Я хочу, чтобы собачка выглядела по-праздничному нарядной, ведь это же новогоднее мыло, правильно? Отрезаем вот такую длину. Бантик будет спереди. И вот теперь мой шарпей готов. И сейчас я вам покажу всех своих красавчиков. Здесь есть в таком же цвете. Также в абрикосовом. Очень нежный оттенок. Я решила выбрать какие-то фантастические цвета. И у меня получился голубой шарпей. Фиолетовый. Кстати, фиолетовый мой самый любимый. Посмотрите, какой он лапуська. Также я решила сделать оранжевого. И не влазит в кадр вот такой бирюзовый. Они сейчас все перед вами. Напишите, какой оттенок шарпея вам нравится больше всего. Ребята, обязательно посмотрите мое предыдущее видео. Если еще не видели подсказочку, я оставлю где-то здесь сверху. Там я прошу ваших советов, какое мыло сделать, используя новогодние молды. В общем, классная форма. И свои идеи оставляйте в комментах по тем видео. Я выберу самые-самые лучшие. И воплощу их в следующем мастер-классе. В прошлом видео пасхалку я спрятала вот здесь. И первыми точное время ее появления написали Марьетта и Амина. Девочки, передаю вам огромный привет. И сейчас смотрите, чьи комментарии попали в это видео. И совсем скоро мы встретимся в новых видеороликах. С вами была Юля и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok